Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы у очередного нашего клиента на его участке. Вот сделали баньку, 6-метровую квадробочку. Вот она стоит. Сделана в белых цветах для того, чтобы она сочеталась с домом, с гаражом. Видимо, клиент любит дерево. Домик у него сделан из клееного бруса. Также вот стоит у него гараж, по две машины. Сделан тоже из клееного бруса. Пройдемте поближе, покажу, расскажу про нашу необычную квадробочку. Ну вот, подошли мы поближе. Баня выполнена из кедрового материала. Над входом сделан декоративный козырек небольшой. Сделан специально под размер наших бань, накрыт поликарбонатом. Крыша у нас серого цвета, очень подходит под наш цвет бани. То есть еще плюс такой иний, небольшой снежочек там лег на крыше. Очень красиво смотрится. Бани установлены у нас на 8 блоков. Плюс на блоке мы установили еще два бруса, прокрашенных антисептиком. Брусы сечением 100 на 100. Делаем это мы для того, чтобы баньки наши стояли повыше от уровня земли. Для лучшей проветриваемости, хорошей продуваемости. И также между деревом и камнем всегда должно прокладываться рубероид, чтобы дерево там не загнивало, не скапливалось влага. Чтобы все было хорошо. Поставили ленты, как мы делаем обычно. Стежные регуляторы, стяжек регулируются болтами. Пришла осень, на улице влажно и плюс морозик в ночь там, минус один, минус два. Баня естественно набухает. Эти ленты натягиваются. Вот эта шпилька начинает гнуться. Бывали случаи, что ленты вот эти, они просто ну разрывались. Начинает вот эта стенка выдавливать баню нашу вверх. Выдавливает вверх, даже вот порой вот немножко вот здесь может из пазов выходить баня. Какая может проблема от этого возникнуть? Ну лопнула лента, как бы ничего страшного, ленту можно заменить там. Но перекосилась дверная коробка. Вот из-за того, что круг пошел вверх, пошло давить вверх у нас баню, коробка перекосилась 5-7 миллиметров в какую-то сторону. И дверь начинает плохо закрываться. Раз уж все стало криво у нас, сняли обналичку, крутили коробку вместе с дверью, все вытащили. И заново снова по уровню поставили все ровно. И никаких подкладушек, ни петель, ничего не нужно. И все у вас будет как бы хорошо закрываться. Ну а если будете следить за регуляторами стяжек, то проблем вообще нет. Некоторые считают, что за счет них баня держится. Нет. Баня у нас скручивается, каждая доска у нас прокручивается 120 саморезом в каждом помещении. Здесь 130, так как брус чуть шире. Поэтому прокручивали 130 саморезами доска к доске, чтобы конструкция у нас была монолитная. А ленты эти, ну в принципе это на самом деле элемент декорации. И как бы они вообще транспортировочные. То есть если баню собрали на производстве и нужно ее перевести к ленту манипулятором, то мы затягиваем эти ленты на месте, грузим манипулятором, привозим на участок клиенту, ставим нашу баню и тут же ослабляем ее, чтобы ленты они провисали. Баня вообще 6 метров, сделана на 2 отделения. Пройдем к ним. Здесь у нас парная. В парной у нас сделан такой вот длинный большой стол, чтобы было удобно посидеть. Ну наверное здесь поместится человек, ну 4 человека с одной стороны, 4 человека с другой стороны. В принципе вот, как бы очень удобно. Две розетки, чтобы включить чайник. Форточка. Форточка у нас. Сами делаем форточки. С такими откидными механизмами. Откидываются внутрь. Вот. Также в комнате отдыха у нас есть вешалка, термостойкие плафоны. В каждом помещении парной и в комнате отдыха. И пичка стоит у нас паровая. Ферингер. Выведена она не как у обычных, бань там с торца где-то, либо там сбоку. Сделали ее с предбанника, то есть комнаты отдыха. Здесь все защищено мини-ритом. Внизу притопочный лист. Вот у клиента лежат дрова. Пройдемте в парную и посмотрим, что у нас здесь. В парную у нас находится Г-образный полок. Форточка. Для вентиляции. Проветривание. Печь Ферингер. Бак Ферингер стоит. Любим мы такие заказы непростые. Воплощаем идеи наших клиентов, их фантазии. Воплощаем в реальность. Рады радовать каждого своего клиента. Ждем необычных заказов. Все это нам нравится, поэтому обращайтесь. Будем снимать разные другие видео про интересные бани. Скоро будет в Ростовской области у нас нестандартная интересная баня. В принципе, через неделю где-то будем вставить, отснимем. Приедем туда специально, покажем вам. Кому понравилась наша банька, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин